Женская команда «Белая акула» вернулась из Санкт-Петербурга, где завершился третий финальный тур в фидеральной регбийной лиге. В турнире подобного уровня девочки приняли участие впервые. Попали в первый день на сильных соперников. Девочки бились гордо, так сказать, от души. Следующая была у нас такая яркая победа, это Уорщелкова. Девочки хоть все и молодые, но это спортивная школа, как-никак. В общем, мы выиграли. И последняя игра у нас была с «Энергией». Это вот как раз за седьмое-восьмое место. Девочки показали прекрасную игру. Кроме того, что во втором тайме было удалено у нас два игрока. То есть девочки провели полную защиту, перехватили мяч, продлили атаку буквально пятером. В итоге, в общем зачете, ивановские регбистки заняли восьмое место. В команде не скрывают, настраивались занять пятое или шестое. Но даже такому результату рады. С учетом того, что наша команда первый раз выступает на таком уровне. И если сравнить, к примеру, первый тур, который проходил в Сочи, и третий тур в Питере, колоссальная разница вообще в игре, в игроках. Потому что перед Сочи у нас был достаточно большой набор девочек, и мы их на первом туре не готовы были выпустить. Но на третьем туре они уже играли в основе. То есть это уже показатель. Первый сезон Федеральной регбийной лиги для ивановских регбисток запомнится не только играми. В завершении церемонии торжественного награждения тренер девушек Евгений Масейко сделал предложение руки и сердца капитану белых акул Екатерине Бодиной. Свидетелями такого трогательного момента стали почти две сотни участниц соревнований. Я давно нашел этот план. То есть, грубо говоря, с самой первой, как сказать, тура в Сочи. И я так думал, 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 что третий тур, последние награждения под итогов будет отличным завершением сезона как для игры, так и для команды в общих чертах турнира. У нас еще было очень утомительное награждение. Это все было долго. Пекло солнце. И ведущий говорит, всем спасибо, до свидания, в следующем году встретимся, но не расходитесь. И сразу такое внимание, просто тишина в голове. Капитан белых акул, можно выйти сюда. И я просто вот так вот в ступоре иду, как солдатик. Я понимаю, что сейчас произойдет. Я иду, закрываю глаза, все, уже слезы начинают течь. Я теряю просто дар речи. Он ставит на колено. Я даже помню, что я не сказала слово «да». То есть, я просто киваю, у меня текут слезы, и я не знаю, как просто на это реагировать. Именно регби связала судьбу молодых. Екатерина и Евгений познакомились на одном из матчей, где выступали белые акулы. Свадьбу ребята решили отложить до будущего года. Впереди у команды завершающий тур Кубка «Золотое кольцо». Ивановский клуб будет принимать команды из Москвы и Ярославля Владимира. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Спасибо.